Здравствуйте, дорогие любители путешествий! Если вы присмотритесь внимательно, то вы увидите за моей спиной снежную вершину легендарной горы Арарат. Вот она перед вами. Гора Арарат упоминается в знаменитой библейской легенде о всемирном потопе, о Ное, о Ноевом ковчеге. Но не только это. Гора Арарат с древнейших времен является символом Армении. Пожалуй, еще с тех времен, когда было государство Урарту, затем Араратское царство, затем Армянское царство, и по сегодняшний день. И хотя гора Арарат не находится на территории Армении, тем не менее, во времена Социалистической Республики Армении, да и вот сейчас, во времена независимой Армянской Республики, гора Арарат изображена на гербе этой страны. По сей день. Уже это одно свидетельствует о том, что история этой страны непроста. Она достаточно сложна, она насыщена драматическими и трагическими событиями. Вот сегодня наш разговор об Армении, об ее истории, о географии, о природе, о памятниках, о людях, которые здесь живут. Итак, перед вами Армения. У каждого народа обязательно есть в истории, культуре или быте что-то своеобразное, чего нет у других. Есть и что-то яркое, впечатляющее, что становится символом или визитной карточкой. Но есть и то, без чего народ просто не смог бы существовать. То, что делает его действительно народом. Иногда эти истинные сокровища нации воспеты в гимнах. Но чаще они глубоко скрыты, и их очень сложно выделить при первом знакомстве. И тогда надо стараться увидеть больше, чем видят глаза. Попытаться уподобиться золотоискателям, которые в речном песке или плотной породе сразу распознают будущие слитки драгоценного металла. Когда-то давно, говорят, в этих местах и правда находили много золота. Потом стали находить меньше. Стали завидовать и убивать друг друга. Увидел это Бог и решил утопить неправильный мир. Говорят, был большой поток. Правда был. Ученые говорят. И спасся только один человек по имени Ной. Он построил ковчег, посадил туда много разных животных, долго плавал и не утонул. Приплыл к высокой горе Арарат, его здесь отовсюду видно. Там все вышли на землю, и отсюда жизнь началась заново. В основном была начаться лучше, справедливее. Но Бог тоже, оказывается, не все знал. Осенний Ереван встретил нас солнцем и улыбками. Сложности блокадной жизни, закончившиеся всего несколько лет назад, заставили тогда тысячи людей уехать из миллионного города. Но жизнь не останавливалась. 13-я по счету столица за всю историю Армении, город очень древний. Ереван, ровесник Карфагена. Он старше Рима на 29 лет. И в прошлом году шумно и торжественно отпраздновал свой очередной день рождения. 2780-й. В те далекие времена, когда город только укреплялся, он представлял собой в основном крепость под названием Иребуни, почти ровесницу армянской государственности. Более трех тысяч лет назад, когда возникло государство Урарту, началось формирование армянского народа. По крайней мере, так принято считать. Но существуют теории и гипотезы, которые, оперируя различными аргументами, доказывают право армян на большую древность. Уже в средние века на основании библейских описаний были сделаны карты рая на земле. Тогда Армения еще занимала большую территорию, и ее история была свежа в глазах соседей. Разумеется, первые теории были связаны с Библией, раем и историей Ноя. Ведь рай библейские картографы располагали якобы в Армении. Значительно более доказательными выглядят аргументы археологов. Мицамор, расположенный в 35 километрах от Еревана, возник здесь около 7 тысяч лет назад. Раскопки на месте этого города давали один за другим столь удивительные результаты, что по ходу их изучения дополнялась история Армении. А сколько еще забытых тайн истории в этой земле. Крепостные стены, выложенные циклопической кладкой, скрывают улочки, лавки и мастерские. В земле керамические сосуды с примитивными, почти первобытными сценами охоты и арийскими свастиками, соседствовали со столь искусными ювелирными изделиями, что можно было вообразить, будто этой цивилизации привычнее было работать с серебром и золотом. Впрочем, конечно, не только с металлами. Ученых буквально очаровала агатовая лягушка. Была даже сделана ее увеличенная копия в бронзе, чтобы можно было разглядеть и восхититься. Уже тогда, похоже, закладывались основы национальных сокровищ. Стало ясно, что в раю даже глина сокровища. Время мало меняет горы. Будто спящие великаны, они веками остаются неподвижными. Лишь иногда чуть-чуть поворачиваются, и тогда с них падают крепости и храмы. Остальное не меняется со времен Урарту. На камне почти стертая клинопись. Это простые слова царя Аргишти, высеченные в 8 веке до нашей эры. Я построил здесь крепость и свой дом. Обломки рухнувшего в ущелье от землетрясения 1679 года языческого храма Митры были разбросаны по склонам вдоль реки Азад. Жители окрестных сел постепенно собрали их и храм восстановили. С тех пор буквально все узнали о местечке Гарни. Это храм Солнца по арийским верованиям. Был он построен в первом веке нашей эры по образу римской архитектуры. А совсем рядом расположены руины одного из первых христианских соборов. Многие ли знают, что именно Армения, первой в истории человечества, приняла христианство как единственную государственную религию. И было это в 301 году. Римскую же империю сомнений и противоречия по поводу собственной веры терзали после этого еще целых 13 лет. Христианство повсюду принимали трудно. Многие церкви носят имена первых армянских святых. А их истории свидетельствуют о страстях, которые разыгрывались в этих местах. Храм святой Репсиме назван так по имени христианки, бежавшей из Рима вместе с подругами. Отвергнув царя-язычника, Репсиме приняла ужасную смерть. Ее забили камнями. В муках рождалась вера. Самый большой храм в стране всегда становится одним из главных богатств национальной архитектуры. Человек в своем стремлении к величию иногда приступает к черту дозволенного. Зодчий, возводивший в 652 году храм небесных ангелов, или, как еще переводят его армянское название, Звардноц, храм бдящих сил, совсем немного приступили опасную черту. И сегодня некогда самое величественное сооружение церковного зодчества Армении, раннего Средневековья, можно увидеть только на рисунках и планах реконструкции. В X веке Звардноц не выдержал сильного землетрясения и рухнул. Кто мог это предвидеть? Архитектурная гордость стала воспоминанием, будоражащим живое воображение специалистов. Утрата чего-нибудь прекрасного часто лишь подчеркивает достоинство того, что осталось. А храмов в Армении осталось еще так много, и они столь разнообразны и прекрасны, что рассказывать о них можно долго. В этот раз мы ограничимся лишь кратким взглядом на Нур-Аванг, где простая в гениальной лаконичности церковь Святой Богоматери XIII века удивляет гостей узкой лестницей на второй этаж, молильный зал. Сейчас говорят, что по ступеням на стене снаружи может подняться только истинно верующий. Но строители делали это, чтобы дикие звери не мешали молиться. А рядом, в усыпальнице, среди прочих надгробий находится одна из загадок. Странная могила женщины-львицы. Львы уже много веков смотрят со стен другого храма. Гегард не просто монастырь XIII века. Этот комплекс зодчие вырубали внутри скалы, прямо сверху и постепенно вниз. Остановились они только дойдя до родника. В залах им удалось добиться фантастической акустики и соблюсти главную философию армянской архитектуры. Достижение асимметрии через симметрию. В пещерный монастырь некие Варфоломей и Фадей принесли, чтобы спрятать наконечник копья, которым проверяли, умер ли распятый на кресте Иисус Христос. Отсюда и название монастыря. Копье по древнееврейски гегард. Но если храмы, рассыпанные буквально по всей Армении, это ее главная ценность, то тогда центральное сокровище в Ичмиадзине. Надо сказать, что церковь после утраты армянами государственной целостности и независимости играла важнейшую роль в объединении народа, в сохранении его традиций и культуры. Ичмиадзин, что переводится как «место, куда сошел первородный», это центр армянской апостольской церкви, расположенной в древней столице Армении, в городе Вагаршапати. Здесь хранятся все самые ценные реликвии. Кстати, именно сюда перевезли то копье, которым легионеры добили Иисуса на кресте. И сохраняется здесь буквально все, что может быть свято для армянских христиан. И надежду приведомцев. Это самое красное. Можно заслуженно гордиться храмовой архитектурой или святынями. Но все-таки самая важная заслуга церкви это бескорыстное сохранение культуры, языка и письменности. То, к чему призывали священники в самые трудные для Армении времена, могло показаться непрактичной глупостью. Как же можно оставлять захватчикам, ворвавшимся в город, все ценности, при этом любой ценой спасая книги? Но все именно так и было. В начале пятого века монах, философ Мисроп Маштоц вместе с католикосом Сааком перевели Библию на армянский язык. Для древнейшего языка армян Мисроп Маштоц создал письменность, которая существует и поныла. Ценой богатства, иногда и жизни, из крови и огня войн были спасены около 25 тысяч рукописей. Большая их часть собрана здесь, в Ереване, в институте древних рукописей, который называют просто матенадаран, то есть хранилища манускриптов. Огромные пергаментные фолианты, хрупкие папирусные свитки, древние учебники математики, нотные записи песен, Библии, исторические хроники и сказки. Все здесь можно изучить или просто почитать. Разве это не лучший способ сохранить истоки культуры? Ведь именно благодаря распространению единой письменности церковь и смогла сохранить единство разобщенного народа. В 387 году Армения была разделена между двумя империями, Римом и Парфяном. С этого времени и на столетие Хайк, так называли свою страну армяне, разделился и утратил независимость. Среди чудес, которые создают для путешественников образ страны, всегда совершенно особое место, как вечные и неизменные ценности занимают чудеса, созданные природой. Совершенно неповторимые они заставляют поражаться многообразию природных форм и некой высшей творческой фантазии Вселенной. Базальтовые столбы и скальные массивы в ущелье реки Арпа настоящий вулканический орган. Каменные многогранники, которыми пронизано все ущелье, образовались при резком перепаде температур при остывании лавы. В какой-нибудь другой, кормящейся туризмом стране это чудо природы, давно стало бы местом массового паломничества. Открытие же Армении заново нам только предстоит. Природных достопримечательностей в Армении немало. Главное из них, безусловно, высокогорное озеро Сиван. Оно питает водой всю Армению. Однако здесь есть проблемы. И о них нам поведал мой давний, знакомый, врач, публицист, писатель Зорий Балаян. Озеро наше уникально уже тем, что на протяжении трех тысяч лет у него не было никаких проблем. Происхождение у него вулканическое. Возраст, как я сказал, 30 веков. И очень интересны у него параметры на высоте около двух тысяч метров. Зеркало, поверхность зеркала 1415 квадратных километров. Объем 58 миллиардов кубических метров. Это трудно представить. Глубина около 100 метров. Но, Юра, я должен сказать, что это все в прошлом. Кому-то вздумалось думать о том, как бы Армении обеспечить энергетикой, электричеством, орошением. И ученый один заявил на весь мир о том, что вот понапрасну каждый год испаряется один миллиард кубических метров воды и уходят тартарары. Вот он и предложил спустить воду на 50 метров. То есть уменьшить зеркало. Уменьшить зеркало и тем самым уменьшить испарение. То есть это какой-то вот бред. Ну что, получили совсем другие уже параметры, которые, они смертельны для Сивана. На 200 квадратных километров уменьшилось зеркало. Почти наполовину уменьшился объем. Почти наполовину. Естественно, изменился и тепловой режим. И пошли обогащение, так называемой, значит, органикой. Состав воды. Состав воды, прозрачность на 75%. Однако, по удивительной иронии природы, все эти беды озера, будто компенсацию, преподнесли дополнительно совершенно неожиданный сюрприз. Приоткрывшаяся страничка древней истории стала, ну просто, настоящей сенсацией. Это был, видимо, моментальный взрыв. Неожиданно было для целого города. У нас тут сейчас он называется Лачашин. Неизвестно, как. Он оказался на дне. Он тогда под водой, мы не знали об этом. И когда вода стала стекать, для археологов это было уже... Они обратились. С неба манной упало. И сейчас очень много экспонатов у нас в музее. Но самое страшное, что люди подумали, вот тебе и влага, так сказать, ровное место. Стали строить дома. Да, но вот что же делать-то? Уровень озера, если мы не поднимем минимум на 7 метров, то мы не изменим режим температурный. Мы не избавимся от цветения озера. Мы не избавимся от такого диагноза, как эвтрификация, обогащение этими биогенами и так далее, и так далее. То есть это уже не я говорю, это уже не вы говорите. Это наука, так сказать. Мы хотим или не хотим этот вопрос должны решать. Как бы там ни было, а реки и озера Армении все еще чисты и прозрачны. В них по-прежнему можно поймать и благородную форель, и раков, которые в последнее время становятся нешуточной статьей экспорта. Для людей по-прежнему вода и реки – основа жизни и хозяйства. По крайней мере, это единственный источник энергии, который не зависит ни от поставок топлива, ни от обрывов линий, ни от блокад. Традиционный быт в последнее время пользуется все большим вниманием. С почитанием и любовью, как к старейшему в семье, относятся к нему даже самые закоренелые горожане. Может быть, именно этим дорожат армяне. Вы спрашиваете, почему жирнова из камня? А с чего же им быть? Нужно ведь, чтобы зерно осталось живым, чтобы сила его перешла в муку. Бережно надо делать, чтобы не потерять, что уже пшеница есть. Тепло от солнца, свежется от бождя. Все правильно, трудно. А ведь все так. Чтобы вырастить, это знаете, что нужно. У нас в Веспармянске нельзя сказать пахать землю. Нет такого слова. У нас, говорят, строить поле. Ари-ари! Ага! Браха-браха! Из города приезжают, говорят, у вас мука плохая. В городе лучше. Тоненькая, мягенькая, ровненькая. А лапша из нее получается невкусная. Значит, есть секрет. А секрет, наверное, в воде. Я так думаю. Вода в быстрых горных реках и правда замечательна. Кристальные чистоты потоки могли бы превратиться в армянских долинах и ущельях, в духов или даже богов. Но язычество древних жителей отчего-то обожествляло только огонь и солнце. Даже такие впечатляющие формы водной стихии, как водопад Шаки, своим грохотом не смог заставить людей приносить ему жертвы, как это было у других народов земли. Он так и оставался всегда просто водопадом с холодной и вкусной водой. Вернемся в дом, к очагу. Присмотримся, не там ли мы отыщем то, что помогало выжить народу, то, что сделало его нацией. Небольшие домики курились почти прозрачными белыми дымками. Завораживающий запах костра смешивался с горьковатым прохладным ароматом осенних листьев. Осень – пора заготовок на зиму и весну. Природа, да и вся история Армении научили людей придумывать такие кулинарные хитрости, которые спасают и в зимние холода, и в неурожайные годы, и во время нашествий, когда целыми семьями жители городов и сел прятались в пещерах. Настоящий лаваш готовится из простой муки и ключевой воды. На стенке особой печи – танира, растопленного сухой виноградной лозой. Тонкий хлеб высыхает и хранится сколько угодно. Потом достаточно лишь чуть брызнуть на него водой и на пару минут чем-нибудь накрыть. Лаваш будет мягким, будто свежим. Чуть грубоватая мука из сельских мельниц необходима для еще одного традиционного кушания под названием шуджух. Варенный с такой мукой виноградный сок дошаб, куда добавляют по вкусу гвоздику, корицу или другие специи, собирает всю семью. Блюдо, на первый взгляд, довольно нехитрое, однако требует опыта и терпения. Для многих армян это вкус и запах детства. Нанизанные на нитку орехи окунают в чан с дошабом и получают то, что с иронией называют армянским сникерсом. Привычка к продуктам, которые можно долго хранить, особенно заметна на рынке. Сушеные персики, фаршированные грецкими орехами и фруктовым сахаром. Сушеные травы, которые используются и как приправы, и как лекарства. Рядом с обычными фруктами сухофрукты. Похоже, что это и правда своеобразная особенность армянской кухни, продиктованная давлением обстоятельств. Алояс. Алояс. Хорошо бахнет. Давно замечено, что люди, остро чувствующие свое национальное самосознание и культурное единство, с особым почитанием строят свою жизнь в соответствии с обучаями предков. Особенно ярко это видно на свадьбе. Лихое, безудержное гуляние накануне бракосочетания проходит без виновников торжества. Языческие времена проявляются в виде жертвоприношения и самозабвенных женских плясок на земле, залитой жертвенной кровью. А на следующий день невеста и жених уже в церкви. В присутствии тех же гостей венчается уже строго по христианскому обряду. Да так чинно, будто и не было вчерашней жертвы с кровью. Впрочем, христианство настолько плотно сплетено в один узел с древними верованиями, что на церковном венчании дело не заканчивается. 13 февраля Все, кто венчался в течение предыдущего года, участвуют в празднике огня. Во дворе церкви разводят большой костер и прыгают через него. Считается, что пламя очищает новобрачное. Еще один обычай – вартевар. Это спасительный праздник воды. В традиционном обливании водой друг друга также угадываются древние корни языческих обрядов. Вартевар проходит достаточно весело, если у прохожих хватает чувства юмора. Бывают и обиженные, но им не в силах помочь даже милиция, которая молчаливо принимает сторону древней традиции. И тогда остается лишь утешиться сознанием того, что вас облили едва ли не лучшей водой в мире. Армяне гордятся своей водой. И не без оснований. Вода и правда превосходна. Однако и среди горных рек и родников есть особые. Этот водопад в Джермуке на две трети состоит из целебной минеральной воды. С незапамятных времен эта вода славилась своими чудодейственными свойствами. Сегодня в санаториях Джермука лечат болезни желудка, кишечника, печени, желчного пузыря, поджелудочные железы, лечат неврозы, радикулит и многое другое. Не менее знаменитые источники в ущельях Бжни. Над селом на горе руины крепости, подземный ход из которой по романтическому преданию вел прямо в храм, воздвигнутый в 1031 году внизу, в центре села Бжни. Здесь, у самого храма, нас встретил священник, который сказал, что его уже однажды снимали в кино. Правда, давным-давно, когда он был еще молодым. «Не знаете, кто меня снимал?» – спросил он с гордостью. И ответил, Параджанов. В своем кино про Саят Нову. Он имел в виду самый известный фильм режиссера «Цвет гранаты». И вдруг стало понятно, что в Армении все, от искусствоведов до мальчишек на улице, от министров до священников, знают не только великого национального поэта и философа Саят Нову, но и мастера прошлых десятилетий, кинорежиссера, художника Параджанова. Не в таком ли отношении к талантливым людям кроется тайна армянского народа? Талантливые люди во все времена были настоящим национальным достоянием. Именно они двигают вперед культуру всего человечества от имени своего народа. Как режиссер Сергей Параджанов известен очень широко. Но, к сожалению, гораздо меньше известны его неподражаемые коллажи и декоративные работы. Просто потому, что их можно увидеть только в необычном доме музея художника в Ереване. КОНЕЦ Этот дом музея в соответствии с абсурдной логикой самого мастера начали строить еще при жизни Параджанова. Причем здесь он никогда не жил. Собранные отовсюду экспонаты и составили пестрый образ творчества известного кинорежиссера. Его пристрастий и его насмешек. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бывают люди, которые никогда не замерзают Им и костер не нужен, и печка Они на грязь смотрят и видят молодую траву Для них и дожди светлее, и снег теплее Для них все весна до лета Редко, но бывают такие А у нас и кузнец такой, и учитель Им огонь не нужен У них огонь внутри В этих горах кроются фантастические тайны истории Примерно в двухстах километрах от Еревана У города Сесиан В труднодоступных горах можно увидеть сотни странных камней Поставленных вертикально У многих из них в верхней части имеются ровные сквозные отверстия Что это? Свою достаточно убедительную гипотезу Предложил нам видный ученый Армении Академик Геруни По его мнению, это не что иное, как доисторическая каменная обсерватория Он считает, что отверстия в камнях Направлены на определенные точки Прохождения по небу Луны и Солнца В дни солнцестояния Геруни рассчитал, сколько лет назад Расположение звезд на небе было таким На которое рассчитаны некоторые отверстия в камнях И получилось нечто совершенно невероятное Обсерватория у села Карахунж Была сооружена 7,5 тысяч лет назад То есть примерно на 3,5 тысячи лет раньше Знаменитого Стоунхенджа Кстати, случайно или не случайно Карахунж по-армянски значит говорящие камни В слове Стоунхендж Стоун тоже значит камень А вот слово хендж в английском языке отсутствует Но оно очень похоже на армянское кунж Спустя века камни вошли в жизнь армян Как строительный и поделочный материал Больше всего полюбился вулканический туф Своеобразную красоту создавали розовые и сиреневые стены храм По туфу легко было резать Относительная простота технологии Оставляла простор для художественной фантазии Место древних плит, отмечавших могилы, заняли хачкар Что значит в переводе камень-крест Но не только могилы отмечали крестами на камнях Ставили их и по другим поводам Например, на вершине восьмиметровой колонны Гавазан Что переводится как посох В Татевском монастыре Колонна эта сооружена в 904 году Она могла бы тоже стать всемирно знаменитой Так как установлена она на каменных шарах В каменной чаше И потому может раскачиваться Что особенно заметно Когда происходят не слишком частые Но очень грозные проявления Необузданной мощи природы Землетрясения В этих местах, наверное, никогда не забудут Страшные события десятилетней давности Когда 7 декабря 1988 года В 11 часов 41 минуту Произошло страшное землетрясение Которое длилось примерно минуту И унесло жизни десятков И лишило домов сотни тысяч людей Тогда буквально весь мир помогал Армении Преодоление всегда было условием существования этого народа И не только преодоление сурового нрава природы Но и другие испытания Которых выпало на всю историю Армении Бесконечное количество Были войны, были нашествия Но самым страшным стало событие Начало 20 века В 1915-16 годах Когда османское правительство Уничтожило более полутора миллионов армян И переселило в пустыне Мезопотамии Еще более полумиллиона Но не только горькая память О смерти своих предков О брошенных родных местах Владеет чувствами армян О победах и мужестве Тоже помнят в Армении Заботу об этом взяла на себя армия И очень много помогает Как, например, создание этого музейного комплекса На месте с Ардарабадской битвы Всегда очень тихо в пантеоне Он расположен в городском парке Здесь могилы Камитаса, Хачатуряна, Сараяна, Параджанова И других лучших сынов армянского народа Многие из них в результате геноцида Жили в разных странах Но всегда помнили и помогали Армении Этот комплекс, в котором хранятся Самые ценные святыни и сокровища Армянской церкви Был построен на деньги Олега Мунукяна из Соединенных Штатов Кстати, раз уж мы здесь оказались Обратите внимание Тут есть вещи совершенно невероятные Представляете, даже кусочек Ноева ковчега Пятой Яков из Низимбина Поднявшись на гору Арарат Доставляет с Божьей помощью Сей обломок Вот этот? Да Кое под крестом хранится А вот кусочек В 1766 году, когда отправлял Излигаться ко двору Екатерины II После интернизации императрицы С другими ценными дарами Она получила эту реликвию Их ныне сохраняется аннотация В Москве В Смолянском соборе На Владимире Именно Отыскать в таком собрании Уникальных драгоценностей И святынь Самое ценное Поверьте, очень трудно Чем больше всего дорожит Армения? Конечно, найти ответ на этот вопрос Даже здесь было бы невозможно Если бы наше внимание Не привлекло Нечто, представляете, даже здесь Закрытое дополнительно В массивных сейфах Холодным блеском чистейшего золота И звездным мерцанием Драгоценных камней Перед нами открылись буквы Алфавита и Крест Конечно, культура и вера Вот то, чему посвящали И отдавали жизни Что сплотило народ И заставило людей Гордиться своей национальностью Своей историей И друг друга Если к этому еще добавить Самих людей То мы, скорее всего Получим ответ на вопрос Что составляет Самое большое богатство Армении? Нас встречала и провожала осень Осень Армении Прекрасное время года Как будто из того самого золота Которое мы искали сегодня Потом мы еще о многом расскажем вам подробнее Сегодня мы только попытались вместе с вами Немного посмотреть на знакомую и незнакомую страну В Ереван приходит вечер Но он почти не приносит с собой Шума ночной жизни Удивительно спокойно вечерняя столица Ереван привык рано засыпать Чтобы утром проснуться Как можно раньше И уже с первыми лучами солнца Окунуться в новый день жизни Следующий день долгой истории Армянского народа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, на этом мы заканчиваем наше путешествие по Армении И вы увидели, что это удивительно красивая Разнообразная Замечательная страна С прекрасными людьми, которые живут здесь В этой стране множество памятников истории и культуры Я убежден, что у многих возникло желание Приехать сюда и самим все это посмотреть Ну, а заканчиваем мы нашу передачу Опять-таки на фоне горы Арарат Гора Арарат Священный символ Армении и армян В те времена, когда социалистическая Армения Изобразила на своем гербе гору Арарат Из Турции последовала нота протеста Как же так? На вашем гербе находится земля, не принадлежащая Армении Министр иностранных дел Советского Союза Чичерин Ответил коротко А разве вам принадлежит Луна? Ведь на вашем флаге изображен полумесяц Всего вам доброго КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...